Олимпийский чемпион, центральный блокирующий Казанского Зенита, один из самых... Испортной России. Да. И вообще... Сослуженный мастер спорта. Да, мы сейчас попросим Александра прокомментировать тоже эту тему с ливневками. Во-первых, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Добро пожаловать в студию Бимрадио. Хочу поздравить сразу ваше радио с 18-летием. Спасибо огромное. Про процветание, так скажем. Чертовски приятно. У нас сегодня мы вручаем этот кирпич, отсылаем его самым разным людям за самые разные... Достижения. Достижения, в кавычках. А сейчас мы обсуждаем плюш года или самое спорное инженерное решение. Есть три, собственно, номинанта. Первый номинант это Стелла, посвященная Универсиаде. Вот фанат Бананов рассказал нам подробно про эту Стеллу. Я же рассказывал про Казан, высотой с 10-этажный дом. Ну, а вот Лена ратует за ливневки, которых не было. То есть они как будто бы были, но они никуда не вели. Вот, Александр, хочется спросить ваше мнение. Если бы вы присуждали эту премию плюш года, кому бы вы все-таки вручили? А может быть свой вариант предложите? Ну, это по территории Казани. Конечно. Я, к сожалению, знаете, не настолько гуляю по Казани, чтобы видеть достопримечательности. Спортсменов охраняют от этого. Может быть, мне запомнилось, я гулял по улице Баумана, там стоит карета. Вот. Вы бы ей дали плюш года. Ну, пусть будет так, да. Это тоже единственное, что я запомнил. Ну, не поместился он в нее просто. Пусть уразит нас Екатерина Вторая, но ее транспорт неправильно припаркован. А я хотела бы дополнить вот эту вот историю с ливневками, да. Были в интернете такие вот, ну, наверное, очень достоверные причины, почему же ливневая дренажная система, она не сработала, да. Почему у нас город покрылся водой? Во-первых, это, понятно, нехватка денег там на ливневке и так далее. Значит, версия, внимание, водители выезжают на перекресток и образуется затор. Подобно, не правда ли? Мешающий оттоку жидкости, это страшно. Ливневки. Из мозга, медицинская карта в голове. Казань, Казань, это же казан, котел. Но по определению вода в нем скапливается. Не хотите жить в Казане? Куда-нибудь повыше перемещайтесь. В Пятигорск. В Пятигорске нет ливневок, я уверен. Или это небесная кара за неправильную парковку автомобилей. Ну, что же, я предлагаю прямо сейчас передать конверт нашему сегодняшнему гостю Александру Волкову, олимпийскому чемпиону, гордости нашего города. И, в общем-то, именно он сейчас и назовет, кто же получит премию плюс год. Точнее, что же. За что мы ее выдадим? Барабаны будут? Да, да, да. Паша, ты хороший барабанщик. А у меня зайцы продадут. Так, дорожные ливневки. Да, дорожные ливневки. Кирпича-то ему не хватало. И еще один кирпич в администрацию города отправляется по почте у нас. Ну, кстати, можно крупно сейчас показать. Вот этот самый пятикилограммовый, если меня память не изменяет, силикатный подарок. Ну, а сейчас мы будем переходить к роскошному конкурсу под названием «18 подарков». Мы сделали 18 очень крутых подарков, ноутбуки, планшеты. Итак, друзья, давайте мы разыграем очередной суперподарок. На портале abimro.ru ведется трансляция, поэтому вы можете убедиться, что у нас все честно, без обмана. Так, просим нашего уважаемого гостя сейчас достать одну из таких, да, бумажечек в этом барабане, который... Сейчас у нас один из суперподарков, вот мы и узнаем. Человечек, мы ему позвоним, а он скажет цифру от 1 до 18. Если такую цифру еще никто не называл, то у нас каждой цифре соответствует подарок. 18 называли уже? 18 уже называли, да. Это такая... Это моя счастливая цифра. Счастливая цифра. Я с номером играю в сборную. Вот, вот, мы знали, что не случайно появился этот человек в студии любимого радио. Александр, что с ногой? После операции. Ой-ой-ой, но это все плановое, да, это все плановое. Понимаем, что профессиональный спорт, травмы, это все рядом, но... Достаем! Разворачиваем! Кто же там? Так, сейчас мы, сейчас мы все увидим. Гайнулин Рамиль. Гайнулин Рамиль! Рамиль Гайнулин, сейчас мне передадут, телефон лучше не зачитывать. Да, мы сейчас, мы сейчас позвоним сразу, что зачитывать. Гайнулин Рамиль, вы вот сейчас... Можете надеть наушники, Александр, тогда вы услышите Рамиля. Да, будете слышать все, что происходит в эфире. Я надеюсь, если мы до него дозвонимся, то обязательно услышим. Если не дозвонимся, если возьмет трубку или будет недоступен, мы будем продолжать тянуть дальше лотерейные билеты, скажем так. Скажите, а вы часто бываете на радио? Нет, не часто. Ну, мы видим... У вас время было пару раз на радио, но это было очень давно. Оба наушника оденьте, пожалуйста, Александр, иначе противные звуки такие в эфир вытянутся. Ну что, я ж говорю, а телеку-то мы вас видели достаточно часто. Итак, мы, наверное, уже дозвонились. Алло. Алло. Тишина. Нет, что не дозвонить. Вот, в дочке. Алло. Алло, Рамиль, привет. Это Бимрадио. С днем рождения с нашим общим вас. Рамиль. Рамиль, ну... Рамиль подсынотворным, по-моему, в данный момент находится. Рамиль, похоже, сейчас не слушает Бимрадио, очень жаль. Рамиль, вам предстоит... Я не слушаю, да. Завязывайте с антидепрессантами и говорите цифру от 1 до 18. Будем выигрывать подарок. Называйте цифру от 1 до 18 и выбирайте ваш суперприз. Рамиль, поскорее, пожалуйста. Три. Шесть. Шесть, шесть, шесть. По цифре шесть в списках суперподарков от любимой радиостанции цифровая электронная фоторамка, которая станет для вас хорошим заменителем классических вариантов рамок. Удобно для хранения большого количества фотографий. Рамиль, услышали, да, цифровая отличная фоторамка для вас? Ну, можно вывести Рамиль из эфира. Поздравляем его с победой. Я напомню, что цифра шесть для нас ассоциируется с 2000 годом. Именно в 2000 году мы праздновали свое шестилетие. И вместе с нами день рождения отмечали лепреконцы, Чичерина, Децл и диджей Грув. И я помню, да, этот момент. Я забегал в студию Бимрадио, хотел здесь учиться в школе диджеев и столкнулся с самой Чичериной тогда, это касалось. Друзья мои, сегодня у нас действительно все лучшее. Александр Волков, глыба-человек, российский волейболист, чемпион 30-х Олимпийских игр в Лондоне, центральный блокирующий Казанского, Зенита и сборной России. Как выяснили мы, под номером 18 играет он в сборной. И что особенно приятно в день 18-летия. И хочу спросить у вас, не как у заслуженного мастера спорта, а как у человека, слушаете ли вы радио? Я слушаю, да. Честно признаюсь, Бимрадио я услышал недавно буквально, да, когда меня пригласили на это радио. Но все, вы попали. Вы послушали, это самое главное, что вам нужно было сделать. Скажите, когда вы сможете вернуться, приступить к тренировкам после операции? Ну, к тренировкам я, так скажем, не завязывал с ними, просто ограничил движение тренировочное. А к игре я надеюсь, что вернусь где-то через полгода. Ну что ж, мы с нетерпением будем ждать этого момента. Очень будет не хватать, уже не хватает. Приходите смотреть на волейбол. А, кстати, какова динамика в последнее время на волейболе? Болельщиков становится больше? Болельщиков стало намного больше. С вашим приходом будет полный зал. Держите, да, пару мест для нас? Конечно. Слушайте, олимпийский чемпион в нас верит, это радует, это обнадеживает. Спасибо вам большое. Видит в нас будущее. А у нас есть такая информация. Салихов Ильгам стал обладателем приза автоконкурсе. Это сертификат Боллинг-клуб «Пирамида». Игра в боулинг «Услуги бара». Он привез Пашу Стёбина от 18-й больницы. И, кстати, фигуру Махмуда тоже уже обнаружили. Ее везут, скоро доставят в студию. Фигуру Махмуда обнаружили и скоро привезут в студию. А давайте споем. Хор, заходи. Итак, сводный хор любимой радиостанции. В данном случае под предводительством Александра Волкова исполнят бессмертные. Мы сегодня только бессмертные песни поем. Дамы, что принесли вы? Что за песни? Ох, мне страшно уже. Бессмертные песни. Ты обещала написать, обещала рассказать. Как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви. Но это невозможно. Нет, нет ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря. Может, это было зря. Ты скажешь, что за наказание. Крошка моя, я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко, ты даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь. Спасибо, супер песня. Кстати, я напомню, что нам аккомпанируют Алмаз Ахмедзианов, аспирант Казанской консерватории. Жигановый ряд срокистских международных конкурсов. Спасибо огромное, что вы сегодня вместе с нами. Солиста оркестра Татарика Казанской государственной консерватории. Гран-при в Италии на международном конкурсе. Участник книги рекордов Гиннесса. Сколько риган. И, в общем, все. Передача флага универсиады в Шиндзене, гастроли в Турции, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, Сербии, Франции, Италии. Для того, чтобы исполнить песню «Крошка моя, руки вверх», друзья. Вот для чего нужно хорошо учиться. Спасибо огромное, Алмаз. Ну и напомню, что огромное спасибо. Мы хотим сказать нашему сегодняшнему гостю Александру Волкову. Александр, выздоравливайте быстрее. Современного волейбола в России и в мире. Человеку, который просто верхушка мирового спорта. Не хватает вашего непотражаемого стиля в игре, не хватает, заметно, да. Мы ждем вашего выздоровления и держим за ваши кулачки, обещаем. Клятвенно, Лен, обещаем ведь? Обещаем. Прийти с флагом на волейбол. Кто кулачки, а кто кулачище будет держать. Все. Спасибо, Павел. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Буду рад снова прийти, посетить ваше радио. Позовем. Пригласим. Мне у вас понравилось. Спасибо. Вы отлично, вы радийная личность, так что будем вас ждать здесь. Субтитры сделал DimaTorzok